У нас есть два документа. У одного в заголовке написано правильно, имеется ввиду, что он отформатирован правильно. У другого в заголовке написано неправильно. То есть он отформатирован неправильно. Давайте мы сначала эти два документа разглядим чуть поближе. Уже видно? Нет, но давайте сначала их так оценим визуально. Они, в принципе, оба нормально готовы к печати. Вот тот, который написан, что отформатирован неправильно, у него, видите, одна страничка кончилась. Со следующей страницы началась новая глава. И еще содержание тоже с новой страницы. Всего четыре страницы в документе. Каждое тело что-то надо делать? Ну, в этом сейчас суть. Значит, другой документ я тоже покрупнее его сделаю. У него тоже первая страница введения заканчивается. Новая страница начинается с новой. То есть с отдельной страницы. И на четвертой странице расположено содержание. Разница, которая визуально заметна, в том, что здесь содержание на сером фоне, то есть намекает на то, что выполнено автоматически. Там содержание было просто на белом фоне. Видите, да? Оба документа неплохие на вид. Оба годятся для печати. Чтобы заметить в них принципиальную разницу, давайте мы сделаем простейшую операцию по переформатированию. Я изменю минимально. Я изменю параметры страницы. Параметры страницы здесь. Ну, вот посмотрите, это LibreOffice. У меня еще одна панель по инструментам. Ключом форматирования. Она у нас прошлого раза допущена. Визуально он больше похож на Microsoft Office 2003. Сильно похож. Только чуть-чуть по-другому кнопочки выглядят. И меню тоже там же расположено. Единственное, что у него формат страницы расположен все-таки в меню формата. А в 2003 он где-то в меню файла находится. Значит, вот я захожу в формат страницы. Вот здесь все, что касается полей. Сейчас слева 2 см, а справа 1 см, сверху 2 см, а снизу 1,3 см. Давайте слева я поставлю 4 см. И сверху я поставлю 4 см. Нажму ОК, и мы посмотрим на наш документ. Это правильно отформатированный. От того, что я поменяла поля страницы, видно, что они стали шире. Но документ у меня никак не развалился. Документ годится для печати вот сейчас. С правильно отформатированным документом все должно происходить именно так. Теперь переходим к неправильному форматированию. Берем то же самое дело. В формате страницы изменяет поля. Слева 4, сверху 4. И смотрим на него. А вот этому документу стало нехорошо. В нем появились какие-то неопределенные дырочки по тексту. У него новая страница начинается теперь не так, как мы ожидали. Глава, да, неоткуда. Здесь у него тоже непонятно, как с содержанием произошло. И появилась еще одна пустая страница. Бывало у вас такое, что после форматирования с документом становится нехорошо. Ну вот простейшее какое-то изменение. Вот теперь я вас спрашиваю, если у вас грамотные люди, скажите мне, как узнать все-таки, чем эти два документа отличаются, почему они по-разному себя ведут? Документ, который сам печатал, он здесь нормальный, если он просто будет делать, если с интернета вытащили, что-то вы так увидите. Не совсем вы там делали. Я вот сейчас спрашиваю, как мне увидеть между ними разницу принципиальную, что если по-разному почему-то, если это не причина, в чем разница? Как увидеть? Предположения какие-нибудь? Негатив. Хорошо. Тогда я вам скажу. Есть как можно? Нет? Не знаете про этот значок начала? Этот значок называется «Непечатаемые символы» или по-другому спецсимволы. Надо его нажимать, когда вы работаете с документом. Вот когда нажат этот значок, вы видите все символы, которые вы вводите с клавиатуры. Вы с клавиатуры вводите не только те, которые видно при печати, но и пробел, да, и табуляцию иногда. И Enter и просто так жмем. То есть прежде чем начинал работу, его надо приезжать, да? Ну, желательно работать с включенным значком спецсимволы. Но я буду называть его спецсимволы, потому что мне трудно произносить каждый раз «Непечатаемые знаки». Но это одно и то же. Здесь подписаны непечатаемые знаки, символы. Вот смотрите, если я жму на Enter, я вижу вот этот значок. Этот значок называется «Конец абзаца». Если эти знаки выключены, я вижу просто дырку, да? И эта дырка может быть по разным причинам. Если включены, я вижу, что это «Конец абзаца». Эти символы как вводятся, так и удаляются. Я вот как спецсом сейчас удаляю его обратно. Если я много раз подряд, давайте сделаю покрупнее, не нужно. Если я много раз подряд вот здесь, скажем, нажимаю пробел. Видите символ, да? Это точечка. Пробел – это точечка. Если я убираю, я просто не вижу, чего это дырка. Когда включаю, я вижу, у меня много пробелок. Эти много пробелок я могу точно так же и удалить. А могут быть не пробел, а когуляции. Видите, это другой символ. Когда спецсимволы выключены, это тоже выглядит, как просто дырочка. Когда я включаю, я вижу, что это символ другой. Бывают еще некоторые символы. Скажем, принудительный разрыв строки. Если бывает часто эта ситуация, возникает это сканирование документов. Вы документы сканировали, а потом пытаетесь у него что-то изменить. Ширину шрифта, допустим. А он никак строчку не сбегает. Вот смотрите, я вам сейчас моделирую эту ситуацию. Скажем, вот здесь вот у меня стоят принудительные разрывы строки. И если я буду уменьшать размер шрифта, то у меня строчки не становятся компактнее. Текст не перетекает. Бывали такие ситуации? Вот, чтобы увидеть, почему они возникают, включите вы спецсимвол. Вы видите, в конце каждой строки, вот пока еще я не уменьшала шрифт, в конце каждой строки это стоит принудительный разрыв строки в пределах одного остраста. Поэтому даже, когда я уменьшаю шрифт, оно все равно не может стать компактнее, потому что он принудительно выкрывает строчку именно в этом месте. Но если я эти символы буду удалять, то зад снова будет вести себя слипно. Понятно? Бывают еще символы, например, бывает... Не могу не хотеть. Бывают еще, скажем, принудительный, не принудительный, а неразрывный пробел. Вот между вот этими вот двумя словами сейчас стоит обычный пробел. То есть, если это слово дойдет до границы, то оно перенесется усилий, да? А вот если между этими словами будет стоять неразрывный, так называемый, пробел, вот сейчас попробуем, ставка, символы форматирования, неразрывный пробел, он чуть иначе выглядит, он здесь на сером фоне, видно? Немножко ближе. То есть, если я буду сдвигать, оба слова перенесутся вместе, видите? Потому что этот пробел, он как пробел выводит, когда я спецсимволы выключаю, он будет как пробел. Но его нельзя разрывать. Вот как раз он очень полезен бывает в тех ситуациях, когда вам надо написать, например, 2012г в тексте, да? И чтобы эта Г и не прилипала к 2012г, и чтобы она отдельно на другую строчку не унеслась. Или там Иван Сергеевич Тургенев вырежет, и С Тургенев, чтобы и С не осталось на одной строчке, а Тургенев на другую вырежет. В этой ситуации надо использовать такие неразрывные пробелки. Это я вам показала, что такое спецсимвол. Такое с документом, в котором включены эти самые спецсимволы. Когда вы его пролистываете, вы никаких страшных вещей не замечаете. У вас в конце каждого абзаца даст, и в конец абзаца. Между каждыми двумя словами даст, и есть пробелка. Вас это пугать не должно. Вот и весь документ. Теперь давайте мы посмотрим, как сделан тот документ, который неправильно. И что, включаем спецсимвол? А вот он как сделан. Давайте я его отмотаю назад, чтобы увидеть, как его писали. Вот как его писали. То есть вместо того, чтобы центрировать, писали выравнивание пробелок. Думали, что это в принципе все равно. Но я хочу вам, чтобы вы поняли. Пробел это символ. Он имеет свою ширину. Если я изменяю размер шифта, то изменяется и ширина пробела. И он не будет оставаться по центру. Если я в другую сторону его изменяю, то здесь изменяется. Он не будет по центру. А вот если вы будете пользоваться стандартными средствами, я не говорю, что надо делать так, потому что это тоже не совсем верно. Я научу вас делать правильно. Но если вы будете центрировать, не сами, а центрировать будет программу, то она и будет заботиться о том, чтобы он все время оставался по центру. Независимо от размера шифта. Вот здесь ошибки. Видите, какие? Здесь начало абзацного отступа пробелами. Пробелами. Причем эти пробелы, так как строчка растягивается по ширине, и если их даже одинаковое количество, они могут быть не на другом уровне заканчиваться. Значит, здесь пробелами, а здесь вот не пробелами, здесь абзацного отступа исполнится, как это должно было быть. А вот здесь вот где-то используются табуляции дальше, видите? Плюс пробелы. А здесь вот опять абзацного отступа. Когда спецсимволы выключены, никакой этой грязи не видно. Когда включены, видно. Видно все эти проблемы. Так вот этой грязи в вашем документе быть не должно. Первонаперво, ваш документ. То есть, когда вы будете пробелать, вы должны быть? Не-не-не, ребят, я сначала вам расскажу, чего не должно быть. Как неправильно форматировать. Как правильно, я расскажу позже. Пока говорю, да, чего не должно быть. То есть, вы свой документ включаете в нем, спецсимволы, смотрите. Если вот эта грязь есть, это неправильно. Ее надо удалить. Потому что в том, вот в этом документе, абзацные отступы есть? Есть. Пробелов нету. Выравнивание по центру есть? Есть. Пробелов нету. Здесь отступ есть от заголовка. Но нет пустых строк. И у вас должно быть так. У вас абзац идет за абзацом. У вас нету для... В общем, вывод такой. Для форматирования текста не надо пользоваться ни пробелом, ни эктором. Там, где вам захочется подровнять что-то пробелом или отогнать куда-то страничку эктором, вы делаете неверно. Вот в этой ситуации вам надо найти правильный способ. Посмотрите еще раз на другой этот файл. Как у него новая страница начинается? Enter, 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 Enter. И вот здесь вот начинаем писать глава 1. Это никаким образом не спасает ситуацию. Если я здесь удалю, скажем, пробел, то она подтянет всю эту цепочку Enter вверх. И у меня глава 1 сюда переедет. И вы будете отгонять ее туда-сюда. На другом документе, который правильно сделал, новая страница начинается, но тут нету никаких Enter. И если я удалю здесь этот же абзац, ничего никуда не поедет. Разница в том, что здесь разрыв, то есть конец этого текста разорван с началом вот этого. А там, наоборот, непрерывная цепочка Enter. Так вот в этой ситуации, вот в этой, правильно было сделать как? Не обращая внимания на прочие ошибки. Перед вот этой, перед этой главой вставка, разрыв страницы. Когда вы вставляете разрыв страницы, тогда у вас перестает зависеть текст, который здесь идет, от текста, который пойдет дальше. Вот теперь я удаляю здесь еще кусок текста, и ничего не поднимается. Значит, ну и вот вся эта трясь, и вот эти отступы от заголовков. Да, я сказала, это тоже не должно быть. Вот начинается опять вот так вот новая страница. Еще одна ошибка. И рукописное облавление. Это тоже, в общем, не очень хорошо. Мы будем делать автоматически. Вот вкратце я вам сейчас показала, чего делать не нужно. Понятно? Есть вопросы? Значит, Enter быть должны. Некоторые вообще понимают, что их не должно быть. Они быть должны в конце каждого абзаца. Новый абзац начинается, когда вы это нажмите. Между абзацом, вот это может уже быть не должно. Сейчас.